Эволюция кровеносных систем у позвоночника. Для этого придется ввести грамотную терминологию. Поскольку у всех позвоночных замкнутая кровеносная система, а напоминаю, это значит, что кровь только в сосудах, то важнейшим становится проблема разбора устройства вариантов сосудов. Итак, все сосуды делятся на две группы. Первая группа, самая главная, ради них, собственно, все и работают. Это обменные сосуды. Обменные сосуды бывают одного единственного типа. Называются капилляры. Стенку капилляров всегда построены из одного единственного слоя клеток. Это и есть та самая интима эндотелий, которая определяет условия переноса веществ. Но дело в том, что нельзя строить сколько-нибудь крупную кровеносную систему только из капилляров. Причина простейшая. Кислород в моем теле поступает в легких. А клеткам пятки он нужен, наверное? Клеткам пятки кислород нужен? Клеткам пятки. Клеткам пятки, если я опускаю капилляр от легкого до пятки, хоть сколько кислорода до пятки дойдет или нет? Нет, он везде фундирует по дороге. И пятка никогда не получит никакого кислорода. Более того, и в мозг нельзя будет передать. Все по дороге закроется. Поэтому вторая группа сосудов называется транзитная сосуда. У транзитных сосудов стенки непроницаемые. Всегда из трех слоев ткани. Внутри конечной эндотелии кровь имеет право соприкасаться только с эндотелиями. В поверхах дотелия слой волокнистой соединительной ткани. Это только хранитель, чтобы сосуд не лопнул. Очень прочный на разрыв волокна. И поверх этого слоя слой влаткомышечной ткани. А это регулятор диаметра сосуда. Регулятор его просвета. Если эти кольца сокращаются, сосуд поджимается. Если расслабляется, то из-за упругости соединительного тканного слоя сосуд расширяется. В результате случится вот такую транзитную трубу. Стенка непроницаемая. Никакие вещества сквозь нее пройти не могут. При этом транзитная сосуда делится на две главные группы. В реальности на четыре. Но в рамках первичного ознакомления двух хватит. Название слышали, а сейчас посмотрим. Найдется опять один человек, который не согрет с определением. Потому что самый массовый характер имеет как раз вот такая ошибка. Итак, транзитные сосуды делятся на артерии. И вены. Поднимайте руки, кто может сказать, чем артерия отличается от вены. О, есть зачет. Ну, ни в коем случае. Господа, сок крови никак не связан с названием сосуд. По массе вен организма человека течет артериальная кровь. И по массе артерии течет венозная кровь. Так вот, в реальности какие сосуды называются артерии? Хорошо? В полнеденах есть клапан. Фигня полная. Только что сказал. Есть артерии, по которым течет кровь без всякого кислорода, зато переобращенную углекислым газом. Причем буквально через 3 минут высание. Вот так пальцем покажет. Прошу. Артерия полная сердца. Именно так. Только направление потока. Итак, артерия. Это сосуд, транзитный сосуд, несущий кровь от сердца к капиллярным. Вена. Это транзитный сосуд, несущий кровь от капиллярных сетей к сердцу. Иногда вены называют сосудами возврата. Хорошо. А теперь я обещал показать вам, по каким венам течет артериальная кровь. И наоборот. Скажите, пожалуйста, задача в легких какая? В легких человека. Задача какую имеется? Прошу. Ура. А еще вторая задача. Настолько же важно. Выбрасывают излишки углекислого газа в упоржевую среду. Никогда не забывайте. Это совершенно не менее важная задача. Так? Классно. Легкие вообще кровоснабжаются? Слава Богу, кровоснабжаются. При этом есть кровеносные сосуды, которые будут нести кровь от сердца в легкие. Как назвать их? Легочная артерия. А какая по качеству по нему кровь идет? С кислородом или без кислорода? Если бы она была с кислородом, зачем ее в легкие посылать? Так, хорошо. Теперь есть сосуды, несущие кровь от легких к сердцу. Как называют сосуды? Вены. Вены. Легочные вены. А какая по качеству кровь идет? Артериальная. Артериальная. Итак, запомните для себя, что по всем артериям малого круга течет венозная кровь, а по всем венам малого круга течет артериальная кровь. Так что никогда не смотрите на содержание кислорода. Только на направление поколения. Ну и теперь давайте распираться с тем, что такое сердце, и как же работает замкнутая система. Рисуем самую простую на свете предельно упрощенную схему замкнутого круга кровообращения. Например, у нас есть сердце, есть транзитные пути, и есть капиллярная сеть. В капиллярной сети будет происходить обмен веществ, ради которого вся игра играется. Теперь, а что такое сердце? А сердце на самом деле это участок транзитного сосуда, который разработал Манию Величко. Значит, ну как и у любого субъекта с Манией Величко, у него что-то сверху развилось. Какое слое сверху разумеется? Мышечное разумеется. Правда, это будет не совсем такая мышца, совершенно особая мышца, состоящая из плеток кардиомиоцитов. Но в конечном итоге можно считать, что сердца всегда развиваются из участка транзитного сосуда. Поскольку схема максимально упрощенная, сейчас особенности сердечной мышцы обсуждать с вами не будем, глянем, что у нас получится. Это вот здесь у нас могучие мышечные слои. Расставим точки. Так? Значит, сердце заработало. То есть мышцы сократились. Что с объемом 1,4? Если сократилось сердце вот так, сжалось, что с объемом 1,4? Уменьшился. Если он уменьшился, что с давлением в этом объеме? Увеличилось. А напомните мне, куда всегда направлен поток жидкости газа? Уменьшился. Прямо не было с меньшим давлением. Уменьшился, где меньше. Из зоны большего давления в зону меньшего давления. Хорошо, сердце сократилось. Что мы получили? А мы получили не один поток, а сколько? Два. Один поток 1,2. Потому что здесь давление возросло, а здесь нет. А второй поток 1. Потому что здесь давление тоже возросло, а здесь нет. Хорошо. Сердце расслабилось. Из-за угругости стенок вернуло объем. Что с давлением на участке 1,4? Уменьшилось. Что сделают в крови? Обратные потоки. А прицветайте, через орган-то, через участок 2,3, какая-нибудь кровь пойдет или не пойдет? Через участок 2,3, хоть когда-нибудь кровь пойдет? А ведь вся система должна дистичь движения крови как раз через капиллярную сеть. А кровь не идет. Поэтому даже в самых простых сердцах на свете, кроме сократительной части, обязательно стоят вот такие девайсы. Называются они клапаны. Это устройства, пропускающие поток крови только в одну сторону. Ну, в упрощенном смысле, клапаны можно сравнить с дверью. Скажите, двери в эту аудиторию открываются в обе стороны? В обе? Сейчас пойдете и будете открывать эту дверь и за аудиторией. Если вы не свернете косяк и не вывернете петля, вам это вряд ли удастся. Так? Значит, клапаны в сердце тоже открываются только в одну сторону. Значит. Хорошо. Вот укрупненным. Здесь, наверное, схемки могли и не видеть. Давайте укрупненным нарисуем. Итак, вот он сердечный клапан. Вот так. Вот в эту сторону обкрыться он не может. У него здесь упор. С внутренней стороны. Поэтому открываться вот так он может. А если давление вот здесь, в системе 1, становится больше, чем давление в системе 2, что сделает эти створки? Закроется. Закроется вот так. И клапан перекрыл движение потока. Идеи-ка понятны? Да. Хорошо. Теперь мы поставили два балла на один на входе сердца, второй на выходе. Сердце сократилось. Что с давлением на 1,4? Увеличилось. Как поведет себя клапан 4? Закрылся. Как поведет себя клапан 1? Закрылся. Закрылся. Увеличился. Закрылся. И давление упало. Как поведет себя клапан 1? Закрылся клапан 4. И в результате мы получим однонаправленный поток, затягивающий кровь из этого сосуда. Вот теперь можно дать сосудам имена. Вот это какой сосуд? Артерия. Это артерия. А вот это какой сосуд? Лема. Это лема. Вот она, самая простая на свете капиллярная сеть. Спасибо.